Катастрофа Белой Одессы Части отряда генерал-лейтенанта Н. Э. Бредовые беженцы в ожидании эвакуации в Румынию-Р. Днестр. Смута. 1920 год. Сто лет назад, в январе, в феврале 1920 года, Красная Армия разгромила новороссийскую группировку генерал Шиллинга и освободила Одессу. Одесская эвакуация стала очередной катастрофой для Белого Юга России. Поражение новороссийской группировки Шиллинга. После прорыва Красных Кростовы на Дону силы в Сюр были рассечены на две части. Основные силы Белой Армии под началом Деникина были отброшены за Дон. В Новороссии остались белые соединения под началом генерала Шиллинга бывшая киевская группа генерала Бредова, Правобережная Украина, 2-й армейский корпус генерала Промтова и 3-й армейский, крымский, корпус Слащева. Группировка генерала Шиллинга была слабой, имела связь с войсками Деникина только по морю. Кроме того, в начале 1920 года разделилась. Два корпуса, Промтова и Бредова, остались на правом берегу Днепра, прикрывая Херсон и Одессу, а корпус Слащева, который до этого боролся с Махновцами в районе Екатеринослава, был направлен для обороны Северной Таврии и Крымского полуострова. Однако Слащевские части были самыми боеспособными в Новороссийской группировке Белых. Другие войска Шиллинга были малочисленны и уступали в боеспособности другим добровольческим частям. Без корпуса Слащева Шиллинг не смог дать серьезный бой за Новороссией. Таким образом, добровольцы не смогли организовать сильного сопротивления в Новороссийской области. Одесская крепость В сложившейся катастрофической ситуации головнокомандующий в Сюр Деникине собирался защищать Одессу. Более верным казалось стянуть боеспособные части к Херсону, а оттуда можно было, при необходимости, прорваться в Крым. Красная армия также не могла создать сплошного фронта и можно было ускользнуть от главных сил противника. Поэтому сначала Шиллингу поставили главную задачу прикрыть Крым. Поэтому войска необходимо было выводить на левый берег Днепра в районе Каховки и Херсона. Однако на обороне Одессы настаивала Антанта. Со времени французской оккупации Одессы этот город на западе стал символом всего белого юга России, его потеря, по мнению союзных миссий, окончательно подрывала престиж белогвардейцев в Европе. Также Одесский район прикрывал от Красных Румынию, которая оккупировала часть русской земли, и опасалась присутствия Красной армии у границы. Кроме того, Антанте было важно сохранить Одессу из стратегических соображений, контроль над Северным Причерноморьем. Союзники обещали доставить в Одессу необходимое оружие и предоставить снабжение. Также обещали поддержку британского флота. В итоге под давлением союзного командования белые пошли на уступки и решили оборонять Одессу. Второй армейский корпус Промтова получил задачу, вместо форсирования Днепра в Тулу 14-й советской армии выхода в Крым для соединения с корпусом Слащева, защитить Одессу. Белогвардейцы требовали, чтобы Антанта в случае неудачи гарантировала эвакуацию союзным флотом и договорилась с Румынией о пропуске отступающих войск и беженцев на ее территорию. Союзники обещали помочь со всем этим. Штаб французского командующего в Константинополе генерала Франшидас присообщил представителю Деникина, что Бухарест в целом согласен, выдвинув лишь ряд частных условий. Об этом же британцы известили генерала Шиллинга. В самой Одессе царил хаос. О создании крепости никто и не думал. Даже многочисленное офицерство, которое бежало сюда за все последние годы войны, думало только об эвакуации и предпочитало играть в патриотизм, создавая многочисленные офицерские организации и не желая выходить из города для борьбы на передовой. Поэтому мобилизовать какие-либо подкрепления в большом и многолюдном городе не удалось. Одни горожане искали способы бегства за границу, другие, наоборот, верили, что положение на фронте прочное и повода для беспокойства нет. Третьи ждали прихода красных. Чиновники за взятки записывали многих граждан, желающих избежать армии, в иностранцы. По-прежнему процветал криминальный мир, спекуляции, контрабанда и коррупция. В итоге все мобилизации срывались. Даже собранные призывники, получив оружие и обмундирование, тут же старались улизнуть. Многие из них пополняли ряды бандитов и местных большевиков. На бумаге создали множество добровольческих частей, которые в реальности могли насчитывать несколько человек, либо вообще были плодом фантазии какого-нибудь командира. Иногда это был способ избежать передовой, пока полк находится на стадии формирования. Также части создавали различные проходимца, чтобы получить деньги, снаряжение, а затем исчезнуть. Моряки с британского линкора «Аякс» на причале Одесского порта. Одесская эвакуация. Союзное командование тормозило с организацией эвакуации. В Константинополе сообщали, что падение Одессы сомнительно и невероятно. В результате эвакуация началась слишком поздно и проводилась медленно. В середине января 1920 года Красная армия взяла кривой рог и развела наступление на Николаев. На острию удара была 41-я стрелковая дивизия и кавалерийская бригада Котова. Шиллинг, оставив в обороне на Херсонском направлении корпус Промтова, стал стягивать группу Бридова в район Вознесенка, чтобы организовать фланговый удар по противнику. Однако Красные опередили Деникинцев, и всеми силами ударили по Промтову раньше, чем части Бридова успели сосредоточиться и контратаковать. Корпус Промтова, обескровленный в предыдущих боях, из-за эпидемии ТИФа и массового дезертирства, был разгромлен, оборона Белых прорвана. Остатки Белых частей бежали за бок. К концу января Красная армия заняла Херсон и Николаев, путь на Одессу был свободен. Белые сумели эвакуировать их Николаева и Херсона большую часть находившихся там судов и кораблей, включая находившиеся в ремонте и постройке, но на это были использованы последние запасы угля Одесского порта. Началась Одесская катастрофа. Корабли из Севастополя, где располагался Белый Черноморский флот, вовремя не пришли. Флотское командование и британцы опасались падения Крыма, поэтому под разными предлогами задерживали выход кораблей, необходимых для возможной эвакуации Севастополя. В начале января Красные вышли к берегам Азовского моря и часть кораблей Белого флота вице-адмирал Ненюков направил для эвакуации Мариуполя и других портов. Также был сформирован отряд Азовского моря под началом капитана 2-го ранга Машукова, в который вошли ледоколы и канонерки. Он поддерживал корабельным огнем и высадкой десанта в корпус Слащева, который оборонял проход в Крым. Кроме того, часть судов Белого флота крейсировали у берегов Кавказа, для устрашения грузин и повстанцев. А флагман-крейсер адмирал Корнилов накануне падения Одессы был направлен в Новороссийск. Все это говорит, что вставки Деникина и в Севастополе не отдавали себе осчета о серьезности положения Одессы. На судах, которые стояли в Одессе, не было угля, привоз угля опоздал на день. Кроме того, много судов, из-за симпатий моряков к большевикам, в нужный момент оказались неисправны, с машинами в ремонте. 31 января генерал Шилинг сообщил Деникину о сложившейся ситуации. На следующий день известил о надвигающейся катастрофе союзников. Командование Черноморского флота, до которого доходит истинное положение дел в районе Одессы, просит британцев о помощи. Англичане помощь обещают, но сначала генерал Слащев должен дать им обещание, что удержат перешеки. В ночь на 3 февраля в Джанка состоялось совещание, на котором Слащев дал соответствующее заверение. В этот же день из Севастополя вышли приспособленные для перевозки войск британские транспорты Риа Прада и Риа Негра, пароход с углем и крейсер Кардив. Британский легкий крейсер Церис во время стоянки в Одессе. Сцены эвакуации из Одессы. На заднем плане британский транспорт Риа Негра. Тем временем разгромленный корпус Промтова не смог удержать набуга и стал отходить к Одессе. Так как город не был готов к обороне, а эвакуация войск морем была невозможна, то оставшимся войскам Бредова и Промтова приказали отходить к румынской границе, в район Террасполя. Из-за отхода остатков корпуса Промтова на запад, между наступающими со стороны Николаева Красными и Одессой не осталось никаких белых частей. 3 февраля выделенный из состава 41-й дивизии отряд занял крепость Очаков, запиравшую Днепробукский лиман. А главные силы дивизии шли на Одессу. 4 февраля генерал Шиллинг издал запоздалый приказ об эвакуации. Кораблей для эвакуации не хватало. Британцы, правда, прислали еще линкор Аякс и крейсер Церес, несколько транспортов, выставили в порту свою охрану и начали посадку на суда. Но этих кораблей и судов было мало, чтобы организовать быструю и масштабную эвакуацию. События развивались слишком быстро, чтобы организовать планомерный вывоз людей, огромных военных запасов, ценных грузов и имущества беженцев. А подготовительный период белые полностью провалили. Так, правление военного порта под началом капитана 1-го ранга Дмитриев, основываясь на успокоительных словах Шиллинга и начальника гарнизона Стеселя, инициативы не проявило и не приняло подготовительных мер для эвакуации. Частные суда не были мобилизованы, и часть пароходов ушла почти без людей. Стоявшие на учете многочисленные морские офицеры, включая личный состав эвакуированного в Одессу управления Николаевского военного порта, не были привлечены к эвакуационной работе. Управление движением в порту практически отсутствовало, этим пытались заниматься только британцы. В первый день, еще не верил в угрозу, сравнительно мало людей шло к моллам для погрузки на суда. Но уже утром 6 февраля, когда в Одессе стала слышна артиллерийская стрельба, которую вели отходившие к городу бронепоезда, началась паника. Тысячи людей толпились у моллов, ожидая погрузки. Кроме того, в самом городе, узнав о приближении красных, активизировались бандиты и большевики с красными рабочими отрядами. Бандиты решили, что пришло время нового большого грабежа. 4 февраля 1920 года началось восстание на Молдаванке. Комендант Устей сели с частями гарнизона и офицерскими организациями, еще удалось его загасить. Но 6 февраля началось новое восстание на Пересыпе, его подавить уже не удалось. Огонь восстания распространился по всему городу. Одесские рабочие захватили рабочие районы. Тысячи людей паники бежали в порт. Англичане брали только тех, кто успел взойти на корабли. Также поступали русские суда. Часть неисправных судов вывели на внешний рейд. Позднее корабли приняли еще часть беженцев, но большая часть так и не смогла эвакуироваться. В ночь на 7 февраля генерал Шиллинг со своим штабом перешел на пароход Анатолий Молчанов. Ранним утром 7 февраля, 25 января по старому стилю, 1920 года части советской 41-й стрелковой дивизии со стороны Пересыпи и Куяльника почти без сопротивления вошли в северо-восточную часть города. Ковбригада обошла город и вскоре заняла станции Одесса Товарная. 41-я дивизия была слабого состава, и без сильной артиллерии, ее усиливали в основном партизанскими отрядами. Но в Одессе не было сильных частей добровольцев, чтобы дать бой и задержать движение противника для завершения эвакуации. Только в центре города Красными стали оказывать сопротивление подразделения гарнизона Стейселя. Стрельба в городе обстрел порта Красными, которые заняли господствующий над портом Николаевский бульвар, вызвала панику среди ожидающих начала погрузки, началась давка и оставшиеся пароходы поспешили уйти. В частности, не догрузившись, имея на борту всего лишь несколько сот человек конвоя и штаба командующего, транспорт Анатолий Молчанов ушел на рейд. Британцы, из-за угрозы прорыва Красных в порт, решили закончить эвакуацию и приказали кораблям до вечера выйти на внешний рейд. 8 февраля Красной полностью заняли Одессу. Полковник Стейсель с частями гарнизона, офицерскими отрядами, кадетами Одесского кадетского корпуса, многочисленным обозом эвакуируемые учреждения Белого Юга России, иностранцы, раненые, беженцы, семьи добровольцев, смогли прорваться на западные окраины города и оттуда двинулись в сторону Румынии. С опозданием из Севастополя подошел миноносцы, жаркий яйцо Саревич Георгий. Также прибыли отряды американских и французских кораблей. Но они смогли только взять на буксир неисправные суда, на внешнем рейде и подобрать отдельные группы беженцев. В итоге смогли эвакуировать только около трети беженцев, около 15-16 тысяч. Командующий войсками Новороссии, генерал-лейтенант Белой армии Н. Н. Шеллинг. Гибель авидеопольского отряда. Основная масса беженцев собралась в большой немецкой колонии Гросс-Лебенталь в 20 километрах западня Одессы. Те, кто не стал задерживаться на отдых и сразу вышел в сторону Террасполя, удалось соединиться с частями Бредова. На другой день дорогу перехватила Красная кавалерия. Оставшиеся беженцы Т. Н. А. Ведеопольский отряд полковника Стеселя, генералов Мартынова и Васильева, всего около 16 тысяч. Человек, двинулся вдоль побережья на Авидеополь, чтобы форсировать по льду Днестровский лиман и попасть в Бессарабию, под защиту румынской армии. 10 февраля 1920 год отряд прибыл в Авидеополь, напротив города Акерман, который был уже на румынской стороне. Однако румынские войска встретили беженцев артиллерийским огнем. Затем, после переговоров, вроде дали разрешение на переправу. Но устроили длительную проверку документов и пропустили только иностранцев. Русских прогнали, не пустили даже детей. Попытавшихся перейти границу без разрешения встретили огнем. А Авидеопольский отряд оказался в безвыходном положении. Приближались к красной части 45-я стрелковая дивизия и ковбригада Котовского. Румыны не пускали к себе. Местные были враждебны и старались прибрать все, что плохо лежит. Решили уходить вдоль Днестра в надежде прорваться к частям Бредова в районе Террасполя и затем вместе дойти до Петлюровцев и Поляков. 13 февраля вышли. Но быстро напоролись на преследователей. Первые атаки смогли отразить, пошли и дальше. Шли и днем, и ночью, без остановок и пищи. Лошади и люди падали от усталости и голода. 15 февраля красные, подтянув подкрепление, снова атаковали. Отбили эту атаку. Но силы были уже на исходе, как и боеприпасы. Впереди была железная дорога Одесса-Террасполь. Но там стояли красные бронепоезда и войска. Снова решили идти за Днестр, в Румынию. При этом самое боеспособное ядро, бойцы строевых частей и отрядов добровольцев, во главе с полковником Стеселем, приняло решение, бросив все бозы и беженцев, ударной группой, попытаться налегке прорваться из окружения для соединения с войсками генерала Бредова. И им это удалось. Оставшиеся войска и беженцы во главе с генералом Васильевым решили снова пытаться спастись в Румынии. Форсировали реку и расположились огромным лагерем у деревни Раскаец. Румыны предъявили ультиматум к утру 17 февраля покинуть их территорию. Беженцы остались на месте. Тогда румынские войска поставили пулеметы и открыли огонь на поражение. В панике тысячи людей бежали на русский берег, множество погибло. А на берегу их ждали уже местные банды и повстанцы, которые грабили и убивали беженцев. Остатки отряда капитулировали перед красными. Всего в разных местах сдалось около 12 тысяч человек. Некоторая часть все же смогла пробраться в Румынию, сумевшую скользнуть во время бойни, которую устроили румынские войска, вернувшиеся потом мелкими группами, купившие себе проход у местных чиновников за взятки, выдавшие себя за иностранцев и т. д. Бридовский поход. Части Бридова и Промтова, отступившие к Террасполю, тоже не смогли уйти в Румынию. Их также встретили пулеметами. Но здесь были самые дисциплинированные и боевые части. К ним пробился и отряд стеселя. Бридовцы двинулись на север вдоль реки Днестр. По пути Белая отражали атаки местных повстанцев и Красных. Через 14 дней тяжелого похода, между Проскуровым и Каменецподольском белогвардейцев встретили поляков. Было заключено соглашение. Польша приняла белых до возвращения на территорию, занятую армией Деникина. Оружие и обозы сдали на сохранение. Разоруженные части Бридовцев перешли на положение интернированных поляки и загнали их в лагеря. В начале похода под началом Бридова было около 23 тысяч человек. Летом 1920 года около 7 тысяч человек было переброшено в Крым. Большинство погибло от эпидемии ТИФа, в том числе и в польских лагерях. Другие предпочли остаться в Европе или вошли в состав польской армии. После этой победы 12-я советская армия повернула против Петлюры. Воспользовавшись борьбой Красной армии с Деникинцами, петлюровские отряды, на которые почти не обращали внимания, заняли значительную часть Малороссии, вошли в Киевскую губернию. Теперь же петлюровцам быстро намяли бока и они бежали под защиту поляков. Махновцы в этой ситуации сначала сотрудничали с красными против белогвардейцев, делая вид, что конфликта и не было. Но затем советское командование приказало Махна переходить со своими войсками на польский фронт. Командующий группы ВСЮР, расположенных на правобережной Украине, генерал-лейтенант Николай Милиевич Бридов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!